Игровая история знавала сотни всевозможных геймерских устройств, дорогих и дешёвых, удачных и неудачных, хороших и плохих. Были и слишком оригинальные приспособления, оказавшиеся неудобными. Были и те, которые стали мировыми хитами. Но сегодня речь пойдёт о самых ненавистных, об игровых устройствах, которые вызвали в своё время у геймерского сообщества наибольшее количество негативных эмоций. Какую же периферию ненавидели геймеры? Об этом мы расскажем вам прямо сейчас. Контроллер Atari 2600 – 1977 год. Это были те до геймпадной времена, когда в игровой индустрии правили джойстики. Конкретно, джойстики американской компании Atari, чья Atari 2600 стала просто мегахитом, делая кассу практически 15 лет подряд. Сотни игры, простое подключение и относительно скромная цена делала эту приставку мечтой многих детей своего времени. И всё бы ничего, если бы не её контроллеры, внутри которых был заложен мой точный технический дефект. Всё усилие от вращаемого рычага приходилось на тонкую текстолитовую плату внутри платформы, к которой крепилось вообще всё. Почему было не усилить её металлической опорой, решительно непонятно. Точнее, понятно, этого не делали из-за экономии, ну и чтоб джойстики покупали почаще. Но, в итоге, такие контроллеры ломались буквально спустя несколько дней после использования, как правило, отказывая в движении в какую-то одну из сторон, в результате чего, людям приходилось играть в те игры, где в эту сторону бегать было не нужно. The Power Glow 1989 год. 80-е года – расцвет фантастических идей в игровой индустрии. Именно на эти года, включая 90-е, пришлось наибольшее количество самых сумасшедших контроллеров, которые годились разве что в коллекцию к какому-нибудь оригиналу, ну или для эффектного подарка, которым затем не будут пользоваться. Одним из таких стала силовая перчатка от Nintendo, воплотившая в себе вообще всю фантастическую суть тех лет. Однако, свою славу она получила уже потом, когда её стали использовать косплейщики, блогеры или, например, когда она засветилась в фильме Kung Fury. Тогда же на старте продаж в ней разочаровались практически мгновенно, и многие даже пытались возвращать деньги. Причина оказалась банальной – контроллер не работал как нужно. Задуманное, как облегчающее жизнь геймера и дающее ему новый опыт устройство, нужно было программировать для каждой отдельной игры, без чего она просто работала лишь ограниченно, иногда понимая лишь отдельные движения пальцев. И единственное, с чем перчатка справлялась по-настоящему хорошо – это с привлечением внимания и вызовом зависти. Выйти в такой перчатке на улицу, или даже прийти в школу, было для некоторых бесценно. Konami Laser Scope 1990 год. Смешной шлем-контроллер прадед современной VR-гарнитуры более-менее сносно справлялся только с одной функцией – наушников. У прибора был микрофон, но использовать его, как гарнитуру, для голосового чата была невозможна, по причине отсутствия не только этих самых чатов, но и интернета как такового. Что до основной функции, то она была хороша лишь в теории, но не на практике. Задумка была такой – играя на той же Super Nintendo, целясь через прозрачный окуляр и крича в микрофон по-английски слово «огонь», срабатывала команда выстрела, ну, или что там на неё было завязано. Но в итоге, из-за того, что у людей были разные тембры голоса и разное произношение, устройство работало через пень-колоду, и вместо Fire геймеры в итоге орали «фак». Но сильнее, чем они эту самую лазерскоп, ненавидели те, кто жили рядом, ибо геймерские крики их изрядно донимали. Nintendo Speedboard. 1991 год. Одна из моих любимейших игровых периферий. Вряд ли кто-то мог подумать, что единственным препятствием между ним и геймерским мастерством было то, что ему нужно было использовать две руки одновременно, держа ненавистный контроллер. Тем не менее, какой-то гений из Nintendo придумал специальную пластиковую доску с углублением, в которой можно было закрепить стандартный геймпад Nintendo Entertainment System. Чтобы доска не ездила, снизу были заботливо приклеены резиновые ножки. Теперь у геймера были свободны все десять, ну, или сколько там у него пальцев. Теперь большие пальцы рук, ранее лишённые возможности нажимать кнопки, также могут принимать участие. Такое заботливое благороство со стороны инженеров. Однако идея себя не оправдала. Использовать контроллер подобным образом было жутко неудобно, и скоростная доска быстро стала посмешищем. Толстый контроллер Xbox. 2001 год. Контроллер, который поставлялся с оригинальной консоли Xbox, не казался ужасным по своим временам, просто потому, что ему не было никакой альтернативы. Но пользоваться им было всё равно, что пытаться запрограммировать шар для боулинга. Microsoft, поняв, что геймпад с двойными стиками изобрели до неё, решила всё равно проявить оригинальность, надув свой первый игровой контроллер, словно баскетбольный мяч. Им оказалось довольно неудобно управляться, и, к счастью, более худая версия этого геймпада была выпущена довольно быстро, а эта гротескная блюдца с яркими кнопками отправилась на свалку историй, раньше, чем смогла разрушить репутацию Xbox. Сказать, что её прямо-таки возненавидели всем миром нельзя, но поиздевались всё равно достаточно. Благо, вполне опрятный и удобный дуал-шок на тот момент уже давно существовал, и сравнить геймерам было с чем. Tony Hawk Ride Skateboard Очередная попытка Activision запилить какую-нибудь особенную игровую периферию оказалась откровенно неудачной. В связи с поисками способа, как можно дольше поддерживать соответствующую скейт-франшизу, издатель решил выпустить особый контроллер для этой игры, которая требовала от игроков балансировать и управлять специальной доской типа скейтборда, чтобы пытаться контролировать игровой процесс. Даже если бы этот, как бы, геймпад работал так, как о нём говорила реклама, внедрение программного обеспечения для использования преимуществ технологий было сложной задачей. Несмотря на то, что доска была хорошо сконструирована, она не реагировала должным образом. Даже опытные скейтбордисты находили, что элементы управления слишком привередливы и невероятно сложны в применении. В итоге доска из желанной диковинки быстро превратилась в бесполезный хлам. Bloodsport Этот контроллер возненавидели практически все – и геймеры, и пресса, причём ещё задолго до того, как его начали выпускать. Точнее, хотели выпускать, поскольку в итоге до производства дела так и не дошло. Не дошло, потому что автор не смог собрать должное количество денег на Kickstarter, куда пришёл с объявлением, что он типа поможет Красному Кресту пополнить запасы донорской крови с перспективами размещения таких вот контроллеров в самих медицинских учреждениях, где эту кровь и собирают. Принцип геймпада был довольно варварским. Внутрь была добавлена миниатюрная помпа, подключённая к основному питанию, которая выкачивала кровь из тела игрока каждый раз, когда он получил в игре ранение, заменяя таким образом работу вибромоторчика, на место которого, собственно, он и был добавлен. Сам же оператор должен был вставить себе иглу с трубочкой в то место, где, по его мнению, у него имелось много крови. По умолчанию, вену на руке. Короче говоря, идея не сработала, деньги собраны не были, а пресса подняла шум по поводу того, что подобное изобретение может реально навредить отдельным несознательным гражданам. Joy-Con 2017 Nintendo Switch сама по себе считалась неоднозначной консолью до релиза. Несмотря на необычные технические возможности, специалисты, и не только, пеняли ей в вину два заочных недостатка – отсутствие игр и чрезмерно скромные технические возможности. Как выяснилось, игр у этой консоли оказалось не то, чтобы много, но достаточно, а технические возможности позволили даже впихнуть в неё третьего Ведьмака, практически в полноценном виде. А вот контроллеры к этой самой приставке, как ни странно, принялись ругать уже после того, как устройство поступило в продажу. Им немало досталось за так называемый плавающий эффект, когда игра получала команды, которых не было. Контроллер в состоянии покоя был способен сам действовать по своему усмотрению, что часто приводило к самым фатальным внутриигровым результатам. Ну, а тут ещё Nintendo объявила о том, что высылать Joy-Con в сервисные центры на ремонт покупатели должны за свои деньги. В США затем это правило отменили, но пока оно действовало, данные контроллеры получили огромную дозу ненависти от нетерпимых владельцев Switch. Адаптивный контроллер Microsoft Xbox, 2018 год. Удивительно, но когда Microsoft выкатила на общее обозрение этот контроллер, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, устройства возненавидели сразу все, и те, чьи возможности были обычными, и те, кто как раз нуждался в чём-то подобном. Сначала, от первых, сами понимаете, мелкомягкие на что-то намекают, тизырят, обещают. Народ уже припал к экранам, и тут на тебе. Это как ребёнку, который ожидает в подарок какую-то отличную игрушку преподнести, например, свитер с оленями. Вещь хорошая, но совсем не то. К тому же, эти олени, ну куда с ними пойдёшь? Засмеют же. Купить такой контроллер, чтобы в шутку проходить какой-нибудь Dark Souls – это тоже, знаете ли, можно бан схватить, типа за насмешку над людьми с ДЦП. Короче, граждане вознегодовали, но сделали это не очень громко. Гораздо громче выступили те, кто собирался приобрести этот контроллер. Оказалось, что на него повесили ценник аж в 100 долларов, что для инвалидов, даже американских, оказалось слишком дорого. В социальных сетях принялись писать о том, что подобные вещи должны стоить какие-то символические суммы, и в итоге, чтобы как-то сгладить ситуацию, в Microsoft даже пообещали жертвовать эти адаптивные геймпады специальным лечебным учреждениям, дабы показать своё великодушие. Но цену на продажу в рознице всё же не понизили. DualSense. 2020 год. Ну и, наконец, новый контроллер PlayStation 5. Он ещё не вышел, но его уже ненавидят. Причин оказалось множество. Во-первых, он белый. Во-вторых, некоторые сочли его дизайн зализанным. В-третьих, курки обвинили в будущих ложных срабатываниях из-за якобы короткого хода и сопротивления нажатию, что в итоге заставит игроков давить на эти кнопки слишком сильно, даже тогда, когда ситуация этого не требует. В-четвёртых, геймпады уже пророчат малое время автономной работы по причине сложности устройства, требующего дополнительного питания. И, в-пятых, DualSense возненавидели за встроенный микрофон, в котором видят возможность для прослушки всех и каждого. Естественно, когда PS5 поступит в продажу, её разметут, как горячие пирожки. А DualSense всем понравится, но пока что многие крутят носом, пытаясь показать себя умнее, чем все инженеры Sony вместе взятые.